Боксер, кандидат в мастера спорта Алексей Христофоров рассказывает, ситуация с коронавирусом не позволяет полноценно тренироваться, а в армии физподготовку никто не отменял. К тому же Алексей специально несколько лет готовился к службе в элитных частях, мечтает попасть в армейский спецназ или в разведку. Если повезет, то и в президентский полк. Самарская молодежь там на хорошем счету. Пойду служить, наверное, скорее всего по контракту, так как хочу быть полезным обществу своему. Этап жизни такой, который, мне кажется, стоит пройти. На КПП районного призывного пункта бригада медиков измеряет температуру тела каждого входящего. Если начальный этап пройден, врачи выдают средства индивидуальной защиты. Это одноразовая маска, перчатки и бахилы. Затем строго по одному молодые люди проходят медкомиссию и, если все хорошо, получают заключение призывной комиссии. В этом году к здоровью новобранцев особое внимание. До этого мы все работали только в режиме онлайн. Сотрудники военкомата обзванивали призывников, выясняли все вопросы, заполняли анкеты, работали с теми, у кого предъявили жалобы заранее. Все документы говорили, которые нужно будет принести. И уже сегодня вызвано 35 человек для того, чтобы внесли в три потока. Получается по 11 человек в час. Вирус COVID-19 не изменил план призыва в российскую армию. Компания, как и положено, стартовала 1 апреля. Самарская область отправит служить этой весной 3000 человек. 12 мая в регионе открылись 32 призывных пункта. В армии сейчас самое безопасное место. Почему? Потому что оградить нашу молодежь сейчас на улицах очень сложно. Сами понимаете, ни один родитель этого не сможет. А в армии все-таки порядок и контроль. Первый эшелон новобранцев отправится в армию уже в ближайшие выходные. Перед этим каждого протестируют на коронавирус. Зараженные окажутся на больничной койке. Здоровые поедут в часть, где попадут на двухнедельный карантин. И только после этого начнут службу. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.